Я вам обещал рассказать доказательства теории в мире на три раза. На прошлом занятии я его рассказал два раза. На самом деле, третье, это не сильно отличается от первого, потому что, по сути, теория была очень простая. Но, тем не менее, давайте, ну, во-первых, для тех, кто не был на прошлом занятии, я еще раз напомню теорию. Связный граф, в котором не более двух вершин ничего не достигнет, можно обойти, пройдя по всем ребрам, во сколько раз? По одному разу, правильно? По одному разу, правильно? Вот. По одному, да. Так вот, напомню, что, когда из любой вершины можно дойти в любую другую, двигаясь только по ребраму, да? Что-то по степени тоже помните, сколько ребрам будет в вершине. Итак, представьте себе, что для всех графов с небольшим количеством ребер я уже эту самую теорию доказал. И, так скажем, для всех графов, которых там сто или меньше доказал, а сейчас мне дали графа в том, сто одного ребра, примерно так, да? Я делаю очень просто. Я смотрю, есть ли там вершина на черной степени. Если такая вершина есть, я стою в нее и выхожу в любую другую игру без этой вершины. Если оттуда можно выйти, иду дальше. Если, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я начинаю движение с вершины на черной степени и выхожу. Если в графе нет ни одной вершины на черной степени, то я искусственно ее создаю. А именно, вот здесь какой-то граф, я, ну, он более сложный, совсем, ну, очень сложный, я беру произвольные две вершины, они оба у меня черной степени, и временно уничтожаю вот это. Да. В таком случае вершины на черной степени появились. Понятно? И я начинаю тоже движение с нее, и вот этот способ рассказывать теорию Мейлера называется просто и идти куда-то в глаза. И давайте подумаем, что происходит, когда мы так идем. Ну вот, пусть мы вышли из вершины на черной степени. Когда мы вышли, она стала в черной степени. Так? Мы идем в какую-то вершину. Ну, в принципе, там, график где-то, скорее всего, есть вершина на черной степени, да, или еще какая-нибудь. Ну, вот пусть мы идем в вершину черной степени. Понятно, что когда мы туда придем, она станет в нечертной степени. А раз она стала в нечертной степени, значит, ее можно будет выйти. И так мы будем идти, 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 внимание, и когда наш маршрут остановится. Когда мы идем в нечертной степени, когда мы идем в нечертной степени. Когда мы идем в вершине, ничего не внести. Вообще, возможно, два варианта. Мы можем так походить, 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 и вернуться сюда. Да. А можем походить, 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 и прийти сюда. Понятно, да? Вот. И здесь то же самое. Мы могли выйти, прийти сюда, а могли и выйти, и прийти сюда. Пришли, прошли и так, и все с нами. Давайте эти варианты выберем. Первый вариант. Если мы вышли, походили, походили, и пришли сюда, в другой режиме, нечертной степени. Да. Ребята, это все просто. Мы мысленно вынимаем этот иерогрейс граф, говорим, что остался граф, в котором все степени черные. Он, может быть, не связан, но каждый из его компонентов можно обойти синхронично. А дальше дело, значит, просто. Мы эти компоненты, что-то, привязываем к... То есть, вот, вот здесь, отходим эту компоненту, потом идем сюда, и потом приймем защиту. Легко? Легко. И здесь то же самое. Когда у меня есть кинь, который вышел отсюда, он пришел в вершине, и черные степени, когда я его выну из графа, останется графа, который у всех вершины, и черные степени. Не важно, сколько у него компонентов, важно, что каждый из них так обходится. И потом надо просто их... Ну, как бы... Когда идешь по этому пути, и с ними встречаешься, надо их надевать в порядке. Так. Когда мы вышли, походили-походили-походили-походили, и вернулись в нашу точку. Мог ли я вот здесь вот запнуться-то? Вообще-то нет. То есть, вернуться в эту вершину я мог. Прекрасно. Но если я в нее вернулся, то я в нее вышел и вошел. А она была не черной степени. Значит, я прошу дальше. Господа, мой маршрут может закончиться только здесь. Нет никаких двух случаев. Если я вышел отсюда и стал пройдить, то я не остановлюсь здесь. Я останусь обязательно там. И здесь то же самое. Если я вышел отсюда, то я обязательно останусь здесь. Понятно? А этот случай мы что? Уже разобрал. Если я вышел, выходил, проходил, вернулся сюда, то мы это изымаем. Остается граф с черными степенями. Все понятно? Рассказал? Ну, в общем-то, это не сильно отличается от тех других двух способов. Но мне кажется, что третий раз сказать будет полезно. Спасибо.